Доброе время суток, уважаемые гости и подписчики канала Записки Подмастерия. На обзоре новая коллекция от компании Центаурия, моя маленькая галактика. Собери свою галактику, кирпичик за кирпичиком. Первый выпуск, рекомендованная цена в 99 рублей, приобретался этот выпуск за 125. Информация об этой коллекции появилась в конце декабря 2018 года, но в продажу запустили почему-то только сейчас. Причем у нас в городе первый выпуск оказался только в одном ларьке, в других нету. Они даже не знают, что такая есть коллекция. Так, ну что ж по самому выпуску. Здесь у нас такой вот пакетик журнальчика, коробочка с моделькой, и это Искатель и его Звездный Истребитель. Вот такая вот моделька будет Истребителя. Также вот тут если мы снимем этот пакетик. Вот такая вот картинка. Сейчас это попробуем снять. Сильно порвем-то. Ну вот так вот получается. Вот такая вот картинка. Такая вот небольшая база на какой-то планете. Вот такие луноходы паукообразные, роботы. База сама. Луноходы. Создавать свою Вселенную так весело. Постройте средства передвижения, космические корабли и базы людей. Инопланетянных роботов. И придумайте новые сюжеты, чтобы добыть брик и зит. Самое ценное энергетическое вещество в галактике. Прояви фантазию и начинай удивительные приключения. Значит тут в коллекции обознатели, что будет персонажи будут, здания, средства передвижения и космические корабли. Благодаря понятным инструкциям ты с легкостью создашь фантастические модели. А в каждом номере новые захватывающие приключения о космосе. В этом выпуске будет история о том, как совершенно случайно Искатель обнаруживает брик и зит на странной планете. Ну и анонс следующего выпуска, второго, через две недели. Здесь будет Дроссер и первая часть базы Инопланетян. Люкс Комикс. Планета из Брик и зита. Дроссер, я так понимаю, этот персонаж. И рекомендованная цена будет 249 рублей. Вот так вот. Ну что ж, посмотрим журнальчик. Их вот тут два. Сам журнальчик, а это вот буклетик. Так, что ж у нас буклетики. Маленькая галактика. Введение в коллекцию. Ну вот такая вот информация небольшая. В принципе, то же самое, что и на карторочке. Комиксы Моя Маленькая Галактика. Только тут еще обозначили, что детали высококачественные, безопасные. Разнообразные блоки четко стыкуются между собой. Поэтому ты без труда построишь прочные, аккуратные и долговечные конструкции. Вот. Так. Анонс второго выпуска. И следующих. В третьем будет Ксейрон и Радар. База Инопланетян. Потом будет Адам и его Луноход в четвертом выпуске. И в пятом выпуске будет Вольтрус и его робот-паук. Ну, как я и говорил, это больше похоже на паука какого-то. Начиная с четвертого выпуска, коллекция выходит еженедельно. Понятно. Так. Ну что ж, смотрим журнальчик. Комикс. В этом выпуске Искатель и его Звездный Истребитель. Вот такой вот комикс. Летал-летал. Увидел какую-то планету. Приземлился. Нашел он инопланетян. Ну и вот. Предлагают. Это вот брекизит. Так. Инструкция по сборке. Обозначение деталей. Персонаж. И пошла поэтапная сборка. В принципе, все понятно, все доступно. Сейчас мы это дело соберем. Ну, опять же, оно у нас с следующего выпуска. Следующим выпуском ты получишь первую часть базы инопланетян с планеты Кумир и фигурку командира Дроссера. В журнале также прочитаешь о том, удалось ли Искателю вернуться на Землю. Вот так вот все. Вот такой вот небольшой комикс с инструкцией по сборке. Оставим ее здесь, чтобы наблюдать, как собирать. И смотрим детальки. Запечатанным на скотчем. Коробочки ничего такого, в принципе, не замечательного. Только вот картинка. И все. Так. Вот наши детальки. Открываем. И собираем. И в общем. И. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok